О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Глеб Никитин принял участие в совещании с Владимиром Путиным. Поддержку семей с детьми обсудили на коллегии Министерства социальной политики. В Большом Болдине отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и члены правительства Российской Федерации приняли участие в совещании с президентом страны Владимиром Путиным. В качестве основной темы – развитие автомобильного туризма в России. Совсем недавно в нашем регионе завершили строительство современной магистрали М12, благодаря которой путешествие на своем автомобиле по стране не просто стало возможным, а стало комфортным и востребованным. А еще в регионе завершили строительство обхода Арзамаса и Дивеева, что также позволило привлечь автопутешественников. Глеб Никитин предложил президенту комплекс мер по продвижению идей автопутешествия по России через культуру, кинематограф, шоу и не только. Створить поддержку производителей автодомов, то есть не только туристических автобусов, но и автодомов, с возможностью их приобретения по программе льготного лизинга. В Нижнем Новгороде создание автодомов опробовано на базе шасси «Газель». В случае поддержки этой программы тоже готовы выступить пилотным регионом. Многодетные семьи получат компенсацию на оплату коммунальных услуг по содержанию жилья. 50% от суммы в квитке им вернет регион. До этого компенсировали только расходы на свет, воду и газ. О дополнительных мерах поддержки семьям с детьми и незащищенным категориям граждан говорили сегодня на коллегии Министерства социальной политики. За последние семь лет количество многодетных семей в регионе выросло в два с половиной раза. Особое внимание – поддержки семей участников СВО. Это и выплаты по социальным военным контрактам, и организация летнего отдыха детей в лагерях и санаториях. В списке задач – создание в регионе семейных МФЦ и профилактика социального сиротства. Кроме того, необходимо повысить зарплаты сотрудникам интернатов, детских домов и других социальных учреждений. В преддверии профессионального праздника лучших из них сегодня наградили благодарностями и подарками. Работать они теперь будут в более комфортных условиях. Все эти учреждения начинают с социальной защиты, заканчивая домами-интернатами, детскими учреждениями, топливными центами. Все это единая система соцзащиты. Она большая, серьезная. Практически в нашу систему входят и другие отрасли, и медицин, и там также летработники у нас наоборот, и культура, срок и так далее. Все это мы с вами консолидируем и работаем впоследствии с теми, кто нуждается помощь. У нас на сегодняшний год, на 2024-й, выделено более миллиарда рублей на модернизацию нашей инфраструктуры. Это и капитальные ремонты, и текущие ремонты учреждений, и закупка кровати, и матрасов, постельного белья. Это и закупка компьютерной техники. Поэтому мы сильно обновляем учреждения, готовим базу в том числе для реабилитационных центров, в том числе для участников СВО. Это дается приоритет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Блажен, кто с молода был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод, слетами вытерпеть умел. Эти очень глубокие слова, это четвертишья из строфы той части Евгения Онегина, которую Пушкин дописывал в Большом Болдине в 1830 году, здесь, на Нижегородской земле. Пожалуй, это был самый продуктивный период у великого русского поэта. Сегодня с Болдинской земли, где расположен музей-заповедник Пушкина, родовое имение. Поздравляю всю страну, всех россиян с 225-летием со дня рождения Александра Сергеевича, с Международным днем русского языка, с Пушкинским днем, с праздником всех. Также в честь юбилея в Большом Болдине в Нижегородской области состоялся грандиозный концерт «Отражение». На сцене на знаменитом берегу пруда вышли знаменитые артисты, среди которых Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Ниелова, Ирина Пегова, а также Эмир Кустурица и Пелагея. Я очень рад, что здесь нахожусь, слышу этим воздухом, вижу эту красоту. Хожу, видимо, по тем же дорожкам, которым Александр Сергеевич садил и чувствую себя еще более цельным, находясь на себя дома, на родине и того, кто олицетворяет вообще Россию. Я впервые в Большом Болдине. Могу сказать, что здесь, конечно, определенная атмосфера. У энергии этого места, у нас такое соединение, будет у энергии как раз очень интересно. Празднования в честь дня рождения великого поэта прошли по всей стране. Служба информации Кирилл Инковский. Святые благоверный князь Дмитрий Донской и княгиня Евдокия по праву считаются эталоном семейных уз. Про них принято говорить, что жили душа в душу, верности и согласия. А еще родили 12 детей. Их семейный союз стал основой последующей династии московских князей. В знаковом месте Нижегородского Кремля у памятника святых 20 пар регистрируют свой брак на фестивале «Семейный круг». Наталья и Михаил Полютина из Дальнего Константинова познакомились 4 года назад. Тогда бушевал ковид, работа на удаленке. На помощь пришли в социальные сети. Там и познакомились. Это было очень стремительно. Я влюбилась с первого взгляда, естественно. А Михаил, наверное, чуть попозже. Но это было так. Очень стремительно. Похожие истории и у молодоженов новоиспеченной семьи Собиновых. Эту пару также связали в соцсети и «Любовь с первого взгляда». Я поняла, что это он, тот самый, любимый человек. Люблю тебя. Кто точно знает о семейном счастье, так это чета Панксеновых. В браке уже 50 лет. Юбиляров с «Золотой свадьбой» тоже чествуют на фестивале. Они делятся своим секретом семейного благополучия. Любовь, терпение, любовь, терпение перемежается постоянно. Ну и, конечно, очень большое уважение друг к другу. Горости и радости быть вместе. Я очень надеюсь, что все наши семьи будут жить долго и счастливо. Во всяком случае, мы всегда им этого желаем. Всего в регионе в День памяти святых благоверных князя Дмитрия Донского и княгиня Евдокия официально семейные узы связали 184 пары. Совет всем да любовь. Поздравляем вас с новым началом совместной жизни. С днем свадьбы, влюбленные! Служба информации Сергей Щеплягин, Иван Масов. 195 семей из разных регионов страны приняли участие в конкурсе «Большая семья. Опора России». Дивеевский монастырь принял 26 семей победителей. Гости смогли причаститься, помолиться и побывать на экскурсии. После божественной литургии митрополит Арзамасский Нижегородский Георгий наградил победителей. Что такое настоящая семья? Это жена, шесть детей и я. Это и есть настоящая семья. Семь и я. Так что будь в этой программе, так и трудиться. Они всех Господь. Семья Клепневых победила в номинации «Традиции». Наша основная традиция, наша семья является рыбалка. И петь, и петь. Мы очень любим рыбалку. Мы очень любим музыку. Мы очень любим наши семейные посиделки. Очень любим наши банные процедуры. Потому что мы живем в доме. И лесные прогулки. Я люблю средних, маленьких. Семья Ардашевых из пяти человек. Большая семья и дети – это счастье, уверены они. Они дарят энергию свою. Свет какой-то, добро. Ну и вообще, представляете, маленькое такое нежное чудо, такое на руках. Самое главное – дети никогда не дают умывать, не дают сидеть без дела и не дают стареть. В большой семье без разногласий не обойтись. Но Ардашевы всегда находят общий язык. Ну, конечно, бывает такое. Без трудностей же никак. Но мы стараемся все сообщать и решать, и разговаривать. Вот это самое главное – нужно разговаривать. Награждение уже прошло, но это не все, что ожидало участников конкурса. Например, в Центре культуры сейчас проходит торжественная часть, где творческие коллективы выступают со своими номерами. Конкурс «Большая семья. Опоры России. О любви и семейном счастье». Это в первую очередь сплочает нас всех. Это показывает другим людям, в чем есть ценность. И когда собираются семьи в таком большом составе, как сегодня, они создают какие-то новые круги, в которых наполняют друг друга, развивают, дружат, объединяют регионы, национальности, религии. Организаторы обещают – конкурс станет регулярным. Лучшие семьи снова встретятся в Дивеево. Служба информации Нина Цамая, Михаил Городников. У тебя прописано еще. Субтитры подогнал «Симон»